Привет, друзья. Ну, как интересно получается. Вот некоторые видео я смотрю, специально анализирую, как там производится регрессинг, гипнотические или ещё какие-то мероприятия. И вот мужчина или женщина, например, говорит, у меня виртуально в голове всё время проносится какой-то внутренний диалог, я там с кем-то разговариваю, какие-то мысли, я никак не могу успокоиться, что-то надо делать, не знаю как, никак не могу успокоиться, чтобы найти в себе гармонию с собой, с людьми. Вот всё время что-то проносится, всё время что-то прокручиваю. Ну, конечно, я бы спросил сейчас, как специалиста, а что там у тебя в голове проносится в данный момент? А он мне говорит, да там сосед у меня всё время стучит в стенку, ремонт у него всё время какой-то происходит. Мне просто в голове крутится, вот встал бы, пошёл бы и дал бы ему по роже. Ну, не могу же, с детства же воспитан как культурный человек, да, ну, как культурный человек. Так ты возьми, смоделируй, если у тебя в голове это всё время крутится, и ты никак не можешь успокоиться. Так возьми и побей соседа, но не там. А возьми у себя в комнате, поделай эти движения, которые синхронны твоему текущему состоянию. Так ключевые приёмы, они и есть. Это подбор действий, полностью соответствующий вашему текущему состоянию. И вы таким образом, условно говоря, выпускаете пар. И к соседу не надо идти, и в голове всё успокоилось, и вы сели потом, или легли, и такой спокойный. Правда, что ли? Да, да. А как это, если я его в воздухе поколачиваю, я почему должен успокоиться? Потому что каждая мысль требует своей реализации. Каждая мысль – это психическое напряжение. У тебя возникает напряжение, тебе надо осуществить это действие. И когда ты его не осуществляешь, оно у тебя продолжает крутиться, крутиться, становится какой-то навязчивостью. Так вот, разгрузочные действия ключевые – это как раз-таки моделирование на материальном уровне психических процессов, которые тебе не дают покоя. Это же инстинктивно возникает защитная реакция в голове, прокручивать её виртуально, реальность общения. Ты же социальное существо, и поэтому у тебя внутренний диалог такой происходит, такие мысли, как будто ты с кем-то разговариваешь, кому-то отвечаешь, что ты говоришь. А в реальности практически ты этого не делаешь. Ты делаешь это всё в себе, это всё напряжение накапливается. Так выпусти пар, смоделируй эти все действия, которые крутятся у тебя в голове, на этом реальном уровне, только в модели. Это называется моделирование. Моделирование на уровне действий, движений, материальных, тех духовных процессов, ментальных, виртуальных. И через это согласование духовного и физического, материального снимается конфликт между душой и телом, как говорится. Возникает гармония, и поэтому стресс падает. А когда нет напряжения, у тебя такое свободное, хорошее творческое состояние, как и должно быть у нормального человека. Продолжение следует...